Добрый вечер дорогие веб-зрители. Сегодня стали модным явлением в интернет коучи, вебинары и другие гуризмы сетевого тока, которые вспыхнули точно так же как вспыхнули всяческие пассивные сетевые доходы. Ну, с пассивными сетевыми доходами я на ликвиде не начитался, и получается так, что если у вас есть 30 гривен, то вы вправе рассчитывать, что вам каким-то образом подфартит и вы получите 30 миллионов. Уже непонятно чего. Гривен, долларов, рублей, иллюзий. Наверное, иллюзий, потому что бесплатный сыр только в вышеловке. А люди, которые пытаются сегодня что-то предпринимать в сети, вот из тех, которые хотят из трех копеек получить 33 рубля из 33 копейки, весьма-весьма с точки зрения сетевых пользователей невежественны. Я, Бога ради, никого персонально не хочу этим оскорблять. Я просто хочу сказать, что мы еще в конце 80-х годов, канон падения советской власти, философская школа, тогда еще советская, украинская философская школа, металась в поисках того, как все то, что нагребли, прихватнули коммунисты тех лет, сохранить, как-то органически сохранить и передать потомкам через какой-то период, когда произойдет остекленение в мозгах, и вдруг, да и однажды народ снова поверит, и коммунисты придут. И первое, что хотели сделать в то время коммунисты, это на философском уровне доказать, что практически вслед каждого человека на земле можно сохранить. В те годы очень широкое распространение появилось и получила такая наука о следах, как графологии. Но не та графология, которая связывается с следами на руке, когда по морщинкам читается, а чисто философская графология, которой занимались вполне серьезные украинские философы, они всегда все сводили к какой-то интересной позиции о том, что такое графология. Ну, в общем, если взять ее графологию словами поэтессы Беллой Ахмадуриной, там есть удивительное стихотворение у этой удивительной советской поэтессы, что женщина полюбила дом, из которого ушел муж, потом после мужа из этого дома пропали его вещи, потом исчез со стены последний гость, на котором висели эти вещи, но она помнит то место, где когда-то на стене висел гость, на котором висела куртка любимого человека. Вот, пожалуй, так выглядит графология. Почему мне пришлось ее сегодня вспомнить? Потому что все мы в сегодняшнем мире разделены как бы барьером. барьером реальной жизни, в которой мы все меньше и меньше желаем осуществляться на те полные жизненные силы, которые были нам даны, как и нашим предкам. А все больше и больше пытаемся проецировать себя в сеть. Но вот каким-то странным образом. Мы сеть мы проецируем себя какими-то постами, потом мы какие-то создаем слепочные статьи, еще что-то. И возникают некие маленькие слепки того, что мы из себя представляли на информационном уровне. Вчера, позавчера. Первый день, когда проникли в интернет. Дело в том, что сегодня, когда интернет уже существует более 20 лет, он, пожалуй, тот, не военный, а вообще доступный для человечества интернет, он, пожалуй, уже интересен тем, что выросло целое поколение, которое воспитано на культуре интернета. Все начинается очень просто, очень мило. Человек спорит с какими-то друзьями, человек интересуется какими-то запретными радостями, человек еще что-либо делает, а все эти следы фиксируются. Фиксируются, потому что всего лишь это информационный слепок, но этот слепок, он слепой, он не может быть чистым, аккуратным. Человек в этот период, когда он знакомит с интернет, еще не думает о том, как ему выглядеть завтра. в глазах близких людей, сотрудников, людей, перед которыми он хотел подняться на три ступеньки выше, на пять ступенек выше. Но вдруг появляется нечто, что у человека сподвигает создавать свой имидж. Когда человек пытается создавать свой имидж, он забывает о тех предыдущих следах, о том месте, где когда-то был гвоздь, на котором висела куртка, выпачканная в какой-то мазут. И далеко не любимые люди повесили эту куртку о нем, о человеке в сети. Эта куртка висит и достаточно внушительно наблюдается, прежде чем кто-то начинает говорить о самом человеке, об его имидже. Люди, тем не менее, считают, что у них все путем, они хватают все новые и новые интернет-идеи, они пытаются забивать гвозди в области каких-то стартапов, они утверждают, что они становятся обладателями каких-то мифических, пассивных доходов. Кончается эта очередная вспышка МММ, вспышка 2012 года, которая, слава Богу, в Украине запрещена на государственном уровне. Это не значит, что она запрещена в мире. Эта вспышка, как болезнь, поражающая слабые информационные мы, гуляет по сети. Этой вспышкой заражаются все новые и новые, условно говоря, праздные люди. Вспомним, что древние греки разных людей называли идиотами. Вот эти праздные сетевые идиоты берут свято в некую информационную религию. Вместо того, чтобы аккуратно, степ-бай-степ, шаг за шагом обращаться к специалистам и приводить свои слепки в некое соответствие с неким достаточно респектабельным имиджем. Сами люди, к сожалению, это сделать не смогут. Я вам приведу самый простой пример. Самые удачные сборники стихотворений моих, литературных произведений, которые я писал всю жизнь, продолжаю писать, делала мне моя жена Ирина. И вот почему. Не потому, что она была такой знаток меня, как поэта или человека, не потому, что ей казалось, что она что-то чувствует несколько отлично от себя, просто она была посторонним наблюдателем. И как посторонним наблюдателем, и посторонним человеком, но с хорошей, условно говоря, духовной формой, она почувствовала всякий раз, какие стихотворения действительно вызывают у неё, у других людей ответные чувства. И ставила эти стихотворения как актуальные, акцентированные на них. И получался сборник. К тому же она добавляла туда свои удивительные графические произведения, и получалась книга. Другое дело, что эти книги не всегда издавались, но душа проходила через подобные книги, через подобные духовные испытания, и это оставляло ощущение щемящего чувства благодарности. Я был по-настоящему прочитан. Вот люди, которые сегодня пытаются в сети представляться некими доками в тех иных приложениях информационных, которые якобы их выводят на деньги, по сути, реально, являются учащимися. Они подбрасывают как дрова друг другу те или иные посты, которые рассказывают как вести блок, рассказывают каким образом себя позиционировать в каком-то каталоге, как общаться еще с чем-то, еще как-то, и масса, массу дают советам, перемешивая их до манной каши, человек с улицы, который имеет определенный нулевой, шершавый уровень понимания вообще того, что такое сеть, попадая в эти тенеты, запутывается окончательно и начинает гоняться за теми любимчиками, которые ведут коучи, которые накачивают бошки какими-то идеями. Был у нас тут в Киеве один американский идеалист. Сейчас он уже второй или третий год сидит в тюрьме. Фамилия его плохо помнится. Помнится, что это был такой белокурый, пышный товарищ средних лет, который убеждал людей, что стоит только себя осыпать денежным дождем из долларов, которые они должны были ему принести. И он, как Хаджана сидел, доллары забирал, а для того, чтобы человек, который принес ему эти доллары, не унывал, он посыпал перед этим, этими долларами его, как из душа. И говорил, ну вы чувствуете, вы чувствуете, как вы становитесь богатыми. Многие люди после такого рода ощущений душевых обращались в соответствующие правоохранительные органы, теперь этот американец сидит в нашем Лукьяновском СИЗО, мне его по-хорошему жалко, с точки зрения американской мифологии, он просто идеалист, с точки зрения украинского права, он самый заурядный местечковый жулик. Вот в этой связи очень хочется сказать, что имидж тоже не является конечной точкой существования человека в сети. Имидж появляется не сразу, есть какая-то система почистки слепков, соединения слепков, превращения слепков в некий действенный регулярный инструмент, который и формирует некий новый, достаточно взрелый, взрослый имидж. Я готов посвящать этому объяснению многие часы, я готов искать среди людей соблупших последователей, но никогда не готов говорить им, что я посыплю им на голову денежный дождь, и этот дождь будет по праву принадлежать им, а деньги принадлежать мне. Я, если буду когда-либо предлагать какие-то свои услуги, то это будет вполне взрослый, вполне оправданный по знаниям того мира, который я предлагаю консалтинг. Так вот, сегодня, говоря о том же предконсалтинге, я хочу сказать еще об одной грустной мысли. имидж не решает сегодня всего в сети, потому что, как вы знаете, имидж это показатель того, насколько вы хороший человек. Если говорить об этом, надо помнить всегда одно удивительное дело, что хороший человек это не профессия. В сети ценятся прежде всего профессионалы и те продукты, которые профессиональные способны произвести. Продукты, которые производят профессионалы, профессионалы, команды, профессионалы, или отдельные люди, которые производят эти продукты, называются брендами. Если их знают в сети, это сетевые бренды, а если эти профессионалы определяют какое-то новое направление, тенденцию, моду в развитии сетевых сервисов, это уже является трендом. Вот не зная даже таких простых вещей, люди рассказывают о каких-то золотых горах друг к другу. Золотые аккаунты, бриллиантовые аккаунты. Меткали у меня перед глазами последних два месяца, прежде чем я собрался рассказать вам о том, что сначала себя надо привести из золотничка маленького в некий аккаунт золотой, бриллиантовый, чтобы вы сами по себе почувствовали себя способными из своих информационных слепков, незрелых, неудачных, первых, соединив их и добавив нечто, создать имидж, а из этого имиджа перейти к созданию и формированию собственного бренда, бренда твоей компании, лицом которой вы рано или поздно становитесь. Если будут сделаны эти вещи, если о вас пойдет какая-то слава, то тогда с вами совсем по-другому начнут говорить люди, которые немножко более взрозны, взрело знают сетевые приложения, знают саму матушку сеть и далеко не ведутся на всяческого рода глупости. Теперь о том, как происходит становление человека. Я хочу сразу обратить внимание, что нам для образца для подражания предлагается телевизор. В телевизоре мы сразу всех видим молодых ведущих, они успешны. На определенных телеканалах нам рассказывается об успехах и падениях великих актеров. Но надо вспоминать Шекспира, который говорил, все в мире мужчины, женщины, все в нем в мире нынешнем актеры. Я не буду цитировать это точно, потому что есть несколько переводов Уильяма Шекспира на русский язык и будь то перевод Пастернак или кого-то более раннего, это уже более, скажем, вопрос филологический. Мы будем говорить о сути. Мы в своей жизни актеры. И конечно, когда мы видим людей успешных, которые за две минуты вырвались, кто-то на милионе, кто-то на танце, кто-то на пении, кто-то на умении сыграть в покер, у нас начинает идти перед глазами дождь. Дождь, который можно назвать золотым, алмазным. У меня был друг Бурят, старый Бурят, человек, который почитал украинскую культуру, человек, который почитал основателей украинского театра, человек, который искал следы актера, который сыграл последний я уж не помню этот фильм Дерсу Дерсу Зала был такой фильм о Дерсу Зале это о следопытии, который где-то на Алтае прославился своим умением выслеживать тигров, быть просто удивительным охотником. И был такой фильм, потом этот человек перебрался из полуголодной Москвы и Ленинграда в Киев, еще более голодный, где, мягко говоря, и умер от голода Малевич Казимир. То есть ничего хорошего не было в этом славном городе. Поэтому он повернулся и пошел дальше, дальше, оказался в Мюнхене, и когда к власти пришли фашисты, он человек мудрый и великий, не захотел оставаться в фашистской Германии, перебрался в Париж. И вот этот человек, который руководил в то время киевским монгольским обетованием, был в то время в 90-е годы порядка 400 бурят, которые объединяли с культурным обществом бурятов Украины, он рассказал одну грустную, но очень умную вещь. К тому времени, когда я его знал, он был уже полковник подставки советский, сыновья уже служили у него в российском генштабе, а сам он рассказывал о степном фронте и роли, которая отводилась бурятам. Буряты, они, говорит, были люди такие, что особо стрелять они не умели, по людям они умели стрелять, по дичине, они вообще люди были мирные и неторопливые. И случалось, вы помните, маршал Жуков формировал степной фронт, тот великий фронт, который стал залогом победы, потому что это был практически фронт, который формировало верховное командование для того, чтобы нанести сокрушительный удар немцам под Сталинградом, а позже под Курском. Оттуда брались бойцы, они подтягивались из Сибири, из Бурятии. Он рассказывал одну очень грустную историю. Мне 22, нас 800 бурят посадили, вышел он, вывезли вот этот степной район, прилетели фашистские бомбардировщики. На фронте два дня разбомбили всех. Из 800 бурят осталось 22. Нас отправляют опять в Бурятию на переформирование. И так, говорит, 8 раз. 8 раз. Когда, говорит, меня спрашивают о жертвах войны, я не пытаюсь вспоминать тех, тех, мальчиков 22-летних бурятов или 20-летних бурятов, которые погибли. Я просто хочу говорить о другом. Да, в итоге я стал полковником, я прошел конец войны через Германию, я прошел через Будапешт, но, говорит, мне, всегда была интересна логика. Почему одному сразу попалась война во всем ее страшном величии, и он с первого до последнего дня был на фронте, а почему мы, бурятские пацаны, были созданы для того, чтобы превращаться вот это бомбеметное мясо, которое все время разрывали на куски фашистские полы. Мы, говорит, выполнили не меньшую роль, чем те, кто стоял в окопах, потому что тратя на нас силы, думая, что мы есть самые главные, немец, терял, проигрывал войну по очкам. Это было великое откровение великого человека, я его очень уважал, я боюсь переврать его имя, фамилию, его всегда можно найти, он ушел из жизни умер от рака простаты где-то в начале 2000-х годов, мы захаживали к его семье на Монты, меня поражала очень такая аскетичность, в которой он жил, с женой полковник советский, у него было минимум мебели, у него было несколько, не более трех, бурятских буддийских знамен, какая-то ритуальная чашка и была у него пароварка для варки монтов, вот и все его имущество, человека заслуженного, и он ни на кого никогда не обижался, меня жизнь преподнесла много уроков, но один из уроков, о котором я хочу сказать тем, кто сегодня хочет видеть золотую дочь, как раз и состоит в том, что если есть какие-то вешки, вот эти все наши ведущие, актеры, актрисы, вот эти все наши политики, вот это все яркое, что брыжит нам в глаза, вот эти наши какие-то многоуспешные внешние предприниматели, это всего лишь та внешняя сторона, за которой мы не должны вестись. Во вседневной жизни мы либо и проигрываем жизни, либо выигрываем, но по очкам. И только порой сама смерть может сказать, насколько по очкам мы продвинулись вперед от тех позиций, на которых нас выставила жизнь на старте. И может оказаться, что мы по очкам переиграли тех, у кого было больше возможностей обойти нас, взять нас за фух, продвинуть нас в те места, где начинается бесплетел, тар-тар-ар-э, без участия. Поэтому тем, кто завтра захочет со мной связываться по Ютуб, слушать мои ролики, пожелает рано или поздно обратиться к такой практике, к которой я тоже со временем приду, неких духовных, человечески понятных телебесед, с возможным обратным эффектом, я сегодня уже порекомендую. Посмотрите, о чем я говорил последний год. В прошлом году темп говорения у меня был невеликий, я за год наговорил 6000 кликов за два месяца, то есть получается, что у меня где-то, условно говоря, месяц слушало где-то порядка 120 человек. Ой, ну, 120-150 человек. Теперь у меня только ежедневно от 50 до 60 человек. Это не потому, что я говорю что-то хуже или лучше. Это потому, что я стал более узнаваем. Это потому, что я пытаюсь оставаться на позиции, что бесплатный сыр мышеловки. Это потому, что я остаюсь на позиции, что не умея играть по очкам, ты не вырвешься под знаменами какого-то бриллиантового или золотого аккаунта со своим информационным слепком, который не будет даже имиджа. Без подобных знаний, без подобных практик, без обращения к специалистам, настоящим, а не фиговым специалистам, надеяться на то, что вас ожидает информационный сетевой успех мало вероятно. Без знания того, что существует нижний зажим, то есть должно быть какой-то первичный набор информационных отмычек, который должен быть не менее чем нацепь позиций. И зная, что нельзя перебирать с этим набором, что мы уже с вами два раза вам об этом рассказывали, потому что может произойти эффект отторжения, может произойти эффект информационной шизофрении, о которой вполне серьезно сегодня говорят взрослые ученые умы, как на западе, так и на востоке. Мы приходим к мысли очень простой. Есть планки достижимости. Определить эту планку вы можете на старте сами, дальше вы должны обратиться к специалистам. я готов вам прийти на помощь, я готов услышать вашу боль, я готов с вами провести консультировку, я готов помочь вам сделать из ваших информационных слепков некий информационный имидж, ный путь. Путь это не значит какая-то визитка, которая стоит в виде сайта, вот он я, вот мой имидж, вот моя рожица. Если бы было так все просто, я бы этой беседы сегодня не начинал, но том сегодня и завершил. Мир вашему дому и охранит вас Господь. Большое спасибо за внимание.